С Верой в спорт Скажите, пожалуйста, почему так случилось? Почему именно 5 марта стало финальным аккордом для нашей команды в этом сезоне? Ну, так получилось в этом сезоне, что команда «Родина» во вторую часть, где играет восьмерка команд за первое место, они не попали. И розыгрыш призового места, чемпион, первое место, второе, третье, уже продолжился без команды «Родина». 25 марта состоялся финальный матч между командами «Несей» и «Красноярск» и «Хабаровск» в «Красноярске». Ну, с отсчетом 8-1 победил «Красноярск». Как Вы оцениваете высоты Вашего долгого и богатого опыта, и работы в команде, и работы с командой в качестве главного тренера с «Родина» имею в виду? Как Вы оцениваете нынешний финал? Насколько уровень команд стал выше тех, которые играют в финале? Насколько это было предсказуемо или непредсказуемо? Вы знаете, я хочу сказать, что есть два пути развития хоккея с мячом. Первый путь – когда у тебя очень много денег, ты покупаешь… Ну, что мы видели. Игроков в России, потому что у тебя название команды «СКА Нефтяник Хабаровск». Это о многом говорит. Это говорит почти о всем. И эта команда за счет, конечно, хороших финансовых средств купила очень хороших игроков. И, естественно, что она без проблем разобралась в финале с командой «Енисей» со счетом 8-1. То есть вот я и хотел бы сказать, что два пути развития хоккея с мячом. Первый – когда у тебя много денег. А второй путь, по которому идет как раз «Енисейск-Красноярск», по которому идет «Родина Киров» и многие команды – это растить своих ребят с юношей. Постепенно включать их в основной состав, постепенно все это требует, конечно. И вот за счет этого уже командой становиться. Это путь длинный, но он, будем так говорить, он более перспективный. Он более такой, будем говорить, родной для каждого. Конечно, надежный, родной. Поэтому я думаю, что вот и команда «Родина» сейчас всегда шла и будет продолжать идти по этому. Так получилось, да. Когда «Родина» стала бронзовым призером чемпионата, это был второй путь, насколько я понимаю, в 90-х? Вне всякого сомнения, с коллективом, с тренерским коллективом, с ребятами мы эту команду строили 10 лет. Пройдя через все испытания, неудачи, потери там и очарование и разочарование, как правило, в хоккее с мячом, как и в любом виде спорта, это обязательно будет. И мы пришли, что вот такую команду построили. Она в основном на 100% состояла из своих воспитанников, ребята, которые с юношеского хоккея выросли в очень хороших мастеров. Переманивали игроков в другие клубы? Ну, вид спорта, да, конечно, были приглашения, конечно, в то время были приглашения и очень много ребятам. Но вот какое-то было единение, какой-то был дух в команде такой, что никто никуда не ушел. И на протяжении вот 2006, 2007, 2008 и 2009 год мы занимали ведущие позиции в хоккее с мячом в России. Насколько я понимаю, создание этого духа, особенного патриотического духа, этой командной работы, это заслуга тренерского состава и, в частности, ваша заслуга? Я думаю, что это плод, наверное, скорее всего, всех и тренеров, и руководства клуба, ну и, конечно, болельщиков. Я вот возвращаюсь к тому моменту, я очень часто вспоминаю и в средствах массовой информации смотришь, то команда в одном игровом виде спорта выставляет ультиматум. Нам не платят зарплату. Или нам то, что обещали, не дают, то в гонболе, порой даже и в хоккее с шайбой, я слышал, в волейболе, то одна команда, то другая. И это было уже и в средствах массовой информации. Мы не выйдем на игру, мы не будем тренироваться. Я хочу сказать, что никогда, ни при каких условиях в родине этого не было. Даже в нынешнем сезоне, когда задержка, обещания не совпадали с выполнением. Никогда у ребят не было такого момента, чтобы они сказали, мы не выйдем тренироваться, потому что нам не платят. Потому что нам обещают и не выполняют. Никогда этого не было. И я надеюсь, что не будет. Потому что единение команды, болельщиков, руководство клуба, это очень такой... Это с давних традиций появилось. А традиции, это, как правило, душа команды. И у нас же гимн. Как у нас поется, что команда заводская, весь город наш влюблен. Вместе добьемся победы, Родина чемпион. Да, да. Слышала многократно. И знаете, мне бы хотелось поблагодарить еще и болельщиков. Вот есть болельщик, а есть любитель хоккея. И как только у команды начинаются неудачи и так далее, любители хоккея, они, как правило, тихонечко, да, раз-раз. А болельщик, вот истинный болельщик, он всегда и в трудную минуту с командой, и горечь поражений, и в радость побед. И вот я бы еще раз хотел сказать, посмотрите, какая была ситуация нынче с командой, да. И тем не менее, ребята доиграли до конца, доиграли до конца. Единственный был провальный матч, это когда 0-11 проиграли Енисею. И то потому, что ребята отравились в Кемерово, прилетели, прилетели вообще никакие. Хотели его отменить, насколько я помню. Его переносили или хотели отменить? В Кемерово игру из-за отравления перенесли, но ведь игра следующая была с Енисеем дома, ее не перенесли. И вот ребята на таком фоне приехали и проиграли. Остальные все игры ребята бились. В один-два мяча проиграли ведущим командам. Первая игра была с чемпионом, с командой нефтяник нынешним. 3-4. Поэтому я считаю, что вот именно, когда на трибуне на тебя смотрят твои любимые девушки, знакомые, твои люди, с которыми ты бок о бок живешь, то выходить и не бороться, и не биться, это просто немыслимо, недопустимо и невозможно для нашей команды. Надо отметить, что на самом деле большое внимание было приковано еще в начале сезона к команде, когда руководство области направляло финансы, то есть призывало организации финансировать, помогать команде финансово. И в связи с этим наверняка еще какую-то дополнительную ответственность на команду была возложена, как вы считаете? Ну, конечно, у Родины всегда особенный статус. Всегда. Это говорит о том, что, еще раз хочу повториться, что это не просто для любого игрока команды Родина хоккей с мячом, это не просто игра, это образ жизни, в котором он живет. Вот, это его работа, это его отношение ко всем, кто с ним знакомый, ко всем, кто смотрит на это. Поэтому, конечно, ответственность очень большая. И порой даже молодые ребята, вот у нас сейчас уже в команде играют 17-18 летние ребята, вот этот непомерный груз, А это всегда так будет, через ошибки, только через тернии к звездам игрокам. Зато какая закалка характера. Конечно, это, вне всякого сомнения, закалка большая, мальчишки прошли большой опыт, большой опыт. И я думаю, что да. Вот, согласно закону физики, количество проведенных тренировок, количество проведенных игр обязательно перейдет в качество. Обязательно. Будем этого очень ждать. И, Владимир Ильич, оцените, пожалуйста, все-таки, как нынешняя ситуация сказывается на команде, на каком уровне ребята сейчас находятся. Как Вы оцениваете? Давайте мы так немножко по-другому посмотрим на этот момент. Я думаю, что настало время собраться в Федерации хоккея с мячом Кировской области. руководству Министерства спорта, попечительскому совету, ну и, наверное, руководству нашей области, чтобы определить статус команды раз и навсегда. Или на этот сезон, или на дальнейшее будущее. Первое. Первое. Мы остаемся в Суперлиге. Если такое будет решение у руководства области, Федерации, руководства хоккейного клуба, попечительского совета, замечательно. Тогда для этого надо формировать бюджет. Один. Тогда надо комплектовать команду уже сейчас. Согласитесь, да? Комплектовать это, имеете в виду, привлекать себя? Ну, конечно, молодежь привлекает, тренировочный процесс, оставлять планы на сезон. Именно нашу кировскую молодежь. Да, да, да. То есть вы не рассматриваете вариант привлечения? По возможности вернуть ребят, которые ушли из команды. Да. А привлечение иногородних игроков? Ну, я бы сказал, точечное. Только точечное на те места, на которые пока нет кандидатуры нашего игрока. Сколько таких мест сейчас? Может быть, три, два, три, не больше. Второй вариант. Команда переходит в высшую лигу. Принимается такое решение. Это уже совершенно другой статус. Это другой бюджет. Это другой план подготовки. Это совершенно другая музыка, как мы говорим. Совершенно другая. А в чем разница, объясните, пожалуйста. Другое комплектование. Это как... Давайте так я сравню. Это областной драматический театр и театр, который ставит Дом культуры. Так вот, областной драматический театр – это суперлига, а Дом культуры, который делает спектакль, это примерно высшая лига. То есть мы понимаем, что рассчитанные, эти две команды, получается, они будут разные, да, в этом случае? Они будут, может быть, исполнители будут разные, но статус команды будет другой, отношение другое, план другой. И, наверное... И достижения другие. И достижения другие. И задачи будут другие, конечно. И потом я хочу сказать, что, наверное, и комплектование будет другое. Как раз, может быть, когда будет принято решение то или это, то уже по личностям игроков будет совершенно другое комплектование. Я сейчас не хочу заострять внимание какое, я просто говорю, что это совершенно другое. Поэтому надо принять это решение, принять вот сейчас. И уже сейчас команда готовится, готовится к следующему сезону. А как проходит подготовка к сезону? Ну, это как правило, вот, так сказать, разгрузочный цикл идёт. Это примерно... Вот сейчас должен быть после нагрузки разгрузочный цикл, апрель месяц, затем май... То есть отпуск? Ну, отпуск с выдачей индивидуальных заданий. Это не просто так. Это не просто так. Профессиональный хоккей требует профессионального отношения к каждому. Ну, вот. Как правило, в середине, где-то в десятых числах июня команда приходит. Идёт взвешивание контрольное. За каждый лишний килограмм при мне вычиталось тысяча рублей из зарплаты. Ого! Если вы хотите в чего-то добиться в спорте, надо рисковать. Надо чем-то жертвовать. Затем идёт втягивающий режим. Это примерно 2-3 недели. Затем идёт уже ударный цикл. И там начинаются контрольные игры, контрольные соревнования. Как правило, это Кубок России. Конец августа, сентябрь. И дальше всё уже. Дальше уже идёт, так сказать, подготовка контрольной игры ещё раз. И где-то в середине 7-8 ноября начинается сезон. Вот такой цикл идёт очень напряжённый и очень такой график, я думаю, что требующий очень хорошей спортивной, физической подготовки, моральной подготовки. Потому что игры в хоккей с мячом через два дня на третий. И вот я три года назад комментировал, когда работал директором хоккейной школы Родина и, значит, вечером комментировал хоккей. И вот я сравниваю их с футболом. И вот когда ведётся репортаж футбола, пока идёт одна атака на другие ворота, комментатор пару анекдотов успевает рассказать. Я не успеваю даже передохнуть. Хоккей с мячом очень быстрый вид спорта. Не успеешь в одни ворота прокомментировать момент. Уже в других воротах опасный момент. Поэтому очень напряжённая игра, требующая высокой скоростной подготовки, физической, функциональной подготовки. Да, ну, как Вы сказали, с конца августа начинаются уже игры. Таким образом, надо полагать, время на принятие решения осталось очень немного. Я веду по статусу команды по дальнейшему, по крайней мере, на ближайший сезон. Кто должен инициировать вынесение этого вопроса? Я думаю, что правление хоккейного клуба Родина. Правление, то есть не федерации, а именно правление клуба Родина. Правление хоккейного клуба Родина. Сейчас есть предпосылки на то, что они сделают этот запрос? Я не могу вам пока сказать. Я не могу вам пока сказать. Вы об этом не слышали. Да, я об этом не слышал. Но оно должно принять решение. Ведь великолепная есть пословица. Кто заказывает музыку, тот и... Тот и танцует. И платит. И платит. И танцует тоже, и платит. И танцует, и платит. Конечно, конечно, да. Да, давайте плавно перейдем к изменениям в команде, которые вы сказали, что неминуемо будут случаться. Да, и как мы с вами обсудили, что, пожалуй, один из немногих вариантов положительного развития событий – это пополнение команды из числа молодых ребят, юных воспитанников Родины, которые сейчас уже показывают прекрасные результаты на первенстве мира среди игроков не старше 15 лет. У ребят их сейчас, по сути, ну, два-три года, да, насколько я понимаю. Они как-то сейчас будут проходить дальнейшую подготовку? Возможно, сейчас уже кто-то нацелен на то, чтобы играть в основном составе Родины. Вот здесь поясните, пожалуйста, как ситуация складывается. Я хочу сказать, что мне очень странно показалось, ну, я так немножко сделаю отвлечение. В одной из газет сфотографированы наши 15-летние мальчишки-трое, которые в Швеции в составе сборной команды России завоевали звание чемпионов мира. Под фотографией надпись «Призеры чемпионата мира». Вот я не понимаю, почему не конкретно написать «Это чемпионы мира по хоккею с мячом». Нет, это призеры. Но меня просто это поразило. Почему мы не гордимся тем, что у нас есть? Вот это я не понимаю просто. Я согласна с вами. У нас есть в команде, у нас есть в хоккейном клубе «Родина» золотой фонд. Это мальчишки, меньшиков маслов, 18-летние, которые стали чемпионами мира. Двое. 15-летние трое мальчишек стали чемпионами мира. И трое ребят, трое, это 17-летние, стали серебряными призерами Бульяновской в чемпионате мира по хоккею с мячом. Команда тренера Сергея Викторовича Нагибина стала чемпионом России. Это 15-летние. Они обыграли в финале «Енисей». Тот грозный «Енисей». И я хочу сказать еще раз, что это золотой фонд хоккейного клуба «Родина». Надо очень внимательно к ним относиться. Надо посмотреть и очень внимательно посмотреть подготовку из физического состояния, технического, морального. Надо посмотреть, и в конце концов, надо посмотреть, а чем можно им материально помочь. Сейчас это не последний момент и даже, может быть, первый момент, как ребятам помочь материально. Почему бы не сделать... Сколько у нас чемпионов мира среди игровых видов спорта в области? Мне кажется, очень немного. Мне тоже кажется, что очень немного. Почему бы не сделать губернаторский грант для этих ребят, которые завояли честь Кировской области? Там вот конкретно написано везде. Такой-то спортсмен, чемпион мира. Кировская область. Да. Кировская область. Поэтому я думаю, что и Министерству спорта, и руководству нашей области, и Хоккейному клубу «Родина» надо внимательно отнестись, очень внимательно к этим звездочкам хоккея с мячом, чтобы в дальнейшем, вот в дальнейшем, эти мальчишки, вот в данный момент, 17-18-летние, уже привлекать их. Я не буду называть фамилии, потому что это привлекать уже к сборам, к организации учебно-тренировочного процесса. Я хочу поблагодарить тренеров, детских тренеров Кировской команды «Родина». Это замечательные тренера, которые не считают... Ведь у них есть семьи, но они на хоккейном поле проводят по 10-12 часов, забывая о том, что у них есть дети свои, забывая о том, что у них есть семьи. Они всё свои умения, все свои знания вкладывают вот этих детишек. Да, пусть... Пусть у них не все войдут в команду мастеров. Пусть не все. Да и, наверное, скорее всего, не все. Я всегда привожу пример, потому что когда в общеобразовательной школе сидит на уроке 30 человек, и все слушают один и тот же материал. Но почему-то 5 отличников, 6 ударников, но остальные – это троечники. Поэтому я хочу сказать, что здесь эти тренера просто и в воспитательном плане... Ведь почти 350 детей занимаются в хоккейном клубе. И если не все будут хоккеистами, то уж точно подлецами-то из них никто не будет. Я в этом практически уверен. Ваше время, когда возглавляли школу Родины, как проводилась работа с такими звёздочками? Потому что, насколько я понимаю, самая главная задача – это сделать так, чтобы не только их уровень повышался, уровень их игры, но чтобы их не переманили в другие регионы. Потому что я так понимаю, что есть регионы, где готовы, вот как Вы сказали, выделять и гранты, и условия давать ребятам такие, чтобы они развивали потом регионы и спорт в регионе. Конечно. Я более того хочу сказать, что уже сейчас идут предложения нашим ребятам. Я тоже не буду называть фамилии, но очень талантливым ребятам, игрокам сборной команды России по хоккею с мячом идут предложения перейти в другие команды. И если раньше это было просто на уровне договорённости, и как бы это было непатриотично – покинуть команду Родина, на которую ходят 10 тысяч человек и в раздевалку после каждой победы приходит мэр города и поздравляет команду. И это же всё дети видели и юноши видели. Но ведь это было раньше. Это было раньше. Сейчас несколько другое. Сейчас в возрасте 12-13 человек с каждым уже мальчишкой заключается контракт. Да. И если кто-то захочет пригласить этого игрока к себе в команду, то он должен выплатить компенсацию за этого игрока, которая составляет из всех расходов на его подготовку, плюс коэффициент, умноженный на его возраст, потому что до 25 лет, там, по-моему, коэффициент 5, это считается самый расцвет игровой для игрока. Поэтому вот в этом плане, конечно, мы как бы сохраняем состав. Но, тем не менее, могут и пойти, если богатые клубы, и если они, если этот мальчишка изъявит желание, и они готовы заплатить, то здесь, наверное, да. Но есть ведь такие, которые действительно формируют. Вот. Ну, я не хочу далеко ходить, конечно. Вот тот же СКА Хабаровск, нефтяник. Но у них юношеская школа развития хоккея с мячом и детская, она только на начальной стадии. Только еще в начальной стадии. В то время как Енисей и Красноярск, это уже... Поэтому он и воспитывает. Поэтому он и Сергей Иванович Таламанов и берет только своих ребят. Только своих. И за счет их и играет. И в этом, конечно, я думаю, что это хорошо. Конечно, хорошо. Как раз возвращаясь к патриотизму, несколько лет назад в одном из своих интервью вы сказали, когда Родина была, скажем так, на пике, вы упомянули о том, что ребятам, игрокам Родины, очень важно... Почему вот они не уезжают? Что им важно видеть как раз глаза, вдохновленные, воодушевленные их игрой, на трибунах, глаза болельщиков, глаза семей, близких, родных людей. А по улице, когда они ходят, им приятно, что их узнают. Так действительно было. Их приветствуют, ими гордятся. Сейчас, насколько я понимаю, где-то чуть более тысячи человек ходят на матчи, на игры. Ну да, в пределах тысячи. Сейчас, получается, значительная ситуация изменилась с узнаваемостью и с количеством болельщиков именно на трибунах. Что чувствует команда в этот момент? Насколько... И где они берут силы, где они берут вдохновение, чтобы играть? Где этот ресурс? Откуда он? Ну, я думаю, что прежде всего этот ресурс заключается в том, что вера в болельщиков, она никогда не исчезнет. Это первое. Второе. Я думаю, что все же тренерский состав команды все же в правильном русле направляет ребят. Играть. И играть для болельщиков. Ведь наш вид спорта такой. Вы знаете, человек на трибуне, который пришел, болельщик, или он первый раз пришел, он сразу видит фальшь на льду, нежелание бороться, трусость, нежелание бороться, нет жажды победы, не подставлять, не щадить живота своего, как у нас говорят. Вот этим и берет команда Родины болельщиков. Да, этим. Пусть не всегда это удается, пусть это мастерство уступает той самоотверженной игре, которую ребята демонстрируют. Но тем не менее это есть. И вот оставшиеся тысячи человек, они продолжают верить в команду. В конечном итоге они продолжают верить в команду. Я думаю, что ну, так получилось. История развивается по спирали. Я думаю, что все равно вот эта спираль пойдет, мы еще покажем, мы еще обязательно покажем. Мы еще покажем, что значит хоккей в исполнении Родины. Давайте сейчас тогда сделаем небольшой прогноз. Вот два сценария, которые вы указали. То есть первый, это что команда остается в Суперлиге, при этом находит финансы для того, чтобы эту команду поддерживать, поддерживать игроков. В этом случае, что происходит с командой в будущем сезоне? Как вы спрогнозируете? В этом будущем сезоне команда, согласно принятого решения, команда начинает комплектоваться. Первое. В прошедшем сезоне, в начале прошедшего сезона, команду покинуло 9 человек. Вот. Я как вице-президент федерации хоккея с мячом Киевской области, делаю прогноз. Если будет принято решение о том, что команда будет играть в Суперлиге, вернуть хотя бы 6 человек самых нужных и точечно укомплировать снова команду нашим же ребятами, которые играют в других командах. То есть выкупить их у тех клубов, где они сейчас играют, выплатив как раз то, о чем говорили, компенсации? Я думаю, что слово выкупить, я не знаю, у них же контракт у всех сейчас на год заключается. И по заключении контракта надо просто с этими ребятами разговаривать. Пока его не продлили. Да, пока его не продлили, с этими ребятами разговаривать, найти точки соприкосновения, чтобы и хоккейный клуб, и этот игрок нашли золотую середину, ударили по рукам. Это именно финансовая золотая середина? Здесь все. А что еще? Финансовая составляющая, какие это может быть, и еще дополнительные бонусы. Это дело правления клуба, это дело президента клуба, это дело главного тренера. Просто хочется понять, для чего ребята вот уезжают, покидают родной клуб. То есть это не только деньги, это что-то еще, это статус, это, возможно, какой-то иной подход к тренировочному процессу. Совершенно верно. Все это в комплексе, все это и называется, что вот мастерство человека определяется его статус. Так вот, все это в комплексе определяет. Вот, конечно. Ну и, конечно, привлечь в команду, вне всякого сомнения, вот этих вновь ребят, это 4-5 человек, которые в будущем уже займут игровые позиции в основном составе в ближайшие годы. И они обязательно будут, и они обязательно будут ведущими игроками команды, но на это надо опять же время. опять же время. И я почему-то твердо верю, вот слухи о смерти команды Родины, ну, сильно преувеличены. У них есть золотой фонд ребят, есть очень хороший тренерский состав. Слухи эти, возможно, имеют место быть, если мы возьмем в кавычки, да, и учтем, что никаких изменений, о которых вы сейчас говорите, не будет произведено. То есть не будет пополнения, не вернутся ребята, которые покинули команду в начале сезона, не будут привлекаться новые, да, кадры, молодые, активные, спортивные, и все останется так, как есть. Ну, тогда нам надо уходить в КФК. Знаете, что такое КФК? Поясните. Это коллектив физкультуры. Если мы ничего не будем делать, тогда это все. О чем речь? Нет, нет, нет. Это пессимистический сценарий. Я верю. Я верю в Родину, я верю в успех команды, я верю, верю в перспективы, я верю, верю в ребят, которые придут и будут поднимать статус команды Родины. Да. Я тоже присоединяюсь к этому позитивному взгляду. И болельщики здесь, и Родины были у нас в студии, представлялись они, и играют они в любительский хоккей с мячом, очень команду поддерживают. И верим в то, что на самом деле команда себя покажет. Будем надеяться, что это будет уже в предстоящем сезоне. То есть, с конца августа уже начинаем активно болеть, посещать игры, да и вдохновлять ребят на победу, на новые достижения. Правда? Да, вне всякого сомнения. Вера в спорт. Вера в спорт. Обязательно. Это была программа с Верой в спорт. А у нас в гостях был вице-президент федерации хоккея с мячом Кировской области, экс-главный тренер команды Родина Владимир Стариков. Спасибо, Владимир Ильич, большое. Ждем вас еще. Спасибо, что приглашили. Спасибо большое. Всего доброго. С Верой в спорт.